Как фронтовая сводка из разных регионов страны звучат заголовки местных газет. Старый тополь рухнул на припаркованной автомобиле, из-за падения тополиных веток пострадали люди и так далее. Подобная ситуация произошла и в этом дворе на улице строителей. Летом этого года от одного из деревьев отвалилась 12-метровая ветка. К счастью, тогда никто не пострадал. Если бы здесь кто-то был, то были бы пострадавшие. Ну, метров так 12. Пока городские власти отчитываются об увеличении зеленых насаждений, жильцы этого дома ищут варианты избавиться от старинных тополей под окнами. Они уже писали не одну бумагу с просьбой спилить старые деревья. Однако опасные тополя и ныне там. В 90-е годы это упал сучок такой большой. Это у нас газовая труба идет, повредил, все сшибло. Хорошо, до дома это не достало. В администрации города жильцам дома ответили, что деревья растут на частной территории. Горожане проверили по гадастровой карте и выяснили, что тополя все-таки на городской территории. Прикрепив соответствующие документы, они вновь написали главе города, а также губернатору Рязанской области. Да, у нас тут автомобили, у нас тут дети гуляют, как бы и дом уже как бы не новый. Там вот даже повреждения было у соседей, крышу немножечко обломки были. Тополя активно высаживали в середине прошлого века, чтобы в кратчайшие сроки озеленить быстро застраиваемые районы. Деревья неприхотливые и растут быстро. Несколько лет назад, осознав, что тополиные насаждения приносят множество проблем, их начали массово вырубать. Но это скорее о центральных улицах. Когда же рабочие доберутся до окраин или же будут хотя бы реагировать на подобные ситуации, неизвестно.